Дорогие братья и сестры, вы, конечно, знаете, что я на днях получил новое назначение. Я получил резолюцию Святейшего Патриарха, благословляется 12.06 совершить Божественную Литургию в Храме Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке и попрощаться с паствой. Первую часть резолюции я исполнил, вторую я хотел бы исполнить сейчас. Я очень искренне и сердечно благодарю всех вас и каждого из вас за те 13 небольшим лет, которые мы с вами провели вместе. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить духовенство этого храма и тех, кто здесь присутствует, и тех, кто сегодня отсутствует, за безупречную службу. Мы все жили как одна семья. У нас не было никаких серьезных разногласий. А если появлялись несерьезные, мы очень быстро находили способы их разрешить. Я сердечно благодарю церковно-служителей этого храма, моих иподиаконов. Сердечно благодарю Московский Синодальный Хор во главе с Алексеем Александровичем Пузаковым, с которым мы дружим с нашего 16-летнего возраста и вместе идем по жизни. Я сердечно благодарю всех вас, мои дорогие, кто сегодня присутствует здесь в храме, всех, кто смотрит нас через прямую трансляцию. Многие меня спрашивали в эти дни, почему, за что. Я не буду сейчас входить в детали. На самом деле, многих деталей я и сам не знаю. Мне было сказано, что это решение не связано ни с какими-либо недостатками в деятельности отдела внешних церковных связей, или общецерковной аспирантуры, или этого святого храма, или Черниговского патриаршего подворья, или других церковных учреждений, которые я возглавлял. А было сказано только то, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась. Так что жизнь продолжается. Мы не должны драматизировать эти события. В жизни каждого священнослужителя могут быть и взлеты, и падения, и повышения в так называемой карьере, и понижения. Все это временно, и не ради этого мы служим Церкви. Никогда я не искал ни высоких назначений, ни членства в Синоде, ни каких-либо привилегий, и никогда не буду скорбеть от того, что их лишился. Скажу вам честно, единственный источник моей скорби – это то, что мы с вами сейчас расстаемся. Я с каждым из вас... С каждым из вас очень сроднился. Каждого из вас мне больно потерять. Но все-таки я надеюсь, что мы не теряем друг друга насовсем, мы расстаемся на время, а жизнь будет идти своим чередом. И раньше или позже мы все друг друга снова увидим. Вот я хотел бы всем пожелать вам спокойствия духа, крепости сил. Всегда сохраняйте верность Церкви Христовой. Она, как ваша мать, никогда вас не оставит. Всегда будьте преданы священноначалью церковному. Всегда сохраняйте мир в своем сердце. Любите друг друга. И пусть Господь благословляет нас на всех наших путях. Аминь. Храни вас всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok